Рассмотрим применение редактора FrontPage при создании веб-сайта Песняры Белорусской Земли. В этом сайте у нас будет одна главная страница и три вспомогательных. Между ними будут гиперссылочки. Вот таким образом, как на рисунке. Запускаем FrontPage. Появляется пустая страничка. Создадим в ней страницу Янка Купала, например. Для этого делаем фон страницы сначала. Используем таблицу из одной ячейки. Таблица, вставить, таблица, строка одна, столбец один. Сдаем размер этой таблицы, пускай будет 720 на 576. Граница 0, фон, рисунок. Рисунок рамка. Открываем, нажимаем ОК. Появляется вот такая табличка. Дальше мы должны в нее вставить еще три таблицы, чтобы нам было легче работать. Либо одну таблицу, но объединив некоторые ячейки. Ставим одну табличку, а потом будем объединять. Таблица 3х3. Без рамок. ОК. Значит, в свойствах таблицы желательно сделать ширину 80%. И выровнять табличку по центру. Смотрим, что получилось. Вот такая таблица получилась. В первой строке мы объединяем всю первую строку. Здесь будет надпись. Янка Купала. Здесь у нас будет портрет Янки Купала. А здесь его краткая биография. В этих ячейках у нас будут стоять ссылки. Вот мы набрали или скопировали текст. Дальше после этого мы должны сделать, ну навести красоту. Выделяем Янка Купала. Делаем его заголовком второго уровня. Ставим посередине. Делаем цвет текст. Вставляем рисунок. Увеличиваем его, если надо. Делаем посередине ссылочки. Вот на этих местах у нас будут ссылки потом. Вот получилась такая страница. Дальше эту же самую страницу можно скопировать еще на две других страницы. Это будет Якуб Колос и Максим Богданович. И сохранить. Сохранить как? Заходим в нашу папку. И делаем имя. Это у нас Янка Купала. Пускай так и называется. Купала. Сохранить. Внедренные рисунки предлагается сохранить в эту же папку. Соглашаемся. Ок. Создаем еще одну страницу. Пустую. В которой копируем все, что у нас здесь находится. Таблица. Выделить. Столбец. Вот мы все выделили. Копировать. Ставить. Меняем данные. Вместо Якуба Янки Купала. Делаем Якуб Колос. Копируем остальные. Остальной текст. Удаляем этот рисунок. Вставляем нужный рисунок. Ставка рисунок из файла Колос. Чуть-чуть его уменьшаем, чтобы у нас так более-менее одинаково все было. И сохраняем под именем Колос. Сохранить. Внедряем рисунок. Есть. То же самое делаем для страницы Богданович. И вот у нас появились три страницы. Купала, Колос и Богданович. Теперь наша задача сделать главную страницу, из которой мы будем переходить на эти вспомогательные странички. Опять создаем новую страницу. Можем скопировать частично. Можем сделать заново. То есть таблица. Ставить. Таблица. Одна строка. Один столбец. В точках. 720 на 576. Размер. Фон. Рамка. Открыть. Окей. Вот у нас фон есть. Здесь мы ставим две отдельных таблицы друг от друга. В одной будет заголовок, в другой ссылки. Таблица. Ставить. Таблица. Строка одна. Столбец два. Посередине. В процентах 80. Без границ. Окей. И ниже ставим еще одну табличку. Таблица. Ставить таблицы. В которой будет одна строка, но три столбца. Это что было? Янка Купал, Якуб Колоса, Максим Богданович. Тоже по центру. Тоже 80%. Границы пускай будут. Окей. В эти таблицы нужно внести определенный текст и рисунок. Вот мы внесли данные. Необходимо теперь немножко оформить. То есть выделяем, делаем заголовком второго уровня. Посередине. Меняем цвет. И отделяем с помощью нажатия Enter одну табличку от другой. Вот у нас появилась такая табличка. Сохраняем ее под именем Index. Вот она и предлагает. Сохранить. Внедряем все рисунки, что есть. Окей. Все. Вот у нас есть все четыре странички. Теперь необходимо сделать гиперсурки. Для этого. Выделяем рисунок. Нажимаем вставка. Гиперссылка. Значит, по нажатию на этот рисунок мы должны перейти на страничку Янка Купала. Находим здесь страницу Купала. Не путаем с рисунком. Именно вот HTM расширение должно быть. Нажимаем ОК. Выделяем текст. И делаем то же самое. Гиперссылка Купала. ОК. Как видите, он уже подчеркнулся сам и синим цветом сделал. Значит, гиперссылка вставилась. То же самое делаем для остальных. Если после выделения мы можем использовать и правую кнопочку, чтобы перейти на гиперссылки. Значит, ну для этого нужно убрать проверку орфографии. Пропустить. Все. Выделяем Якуб Колос. Нажимаем правую кнопочку мыши. Выбираем. Гиперссылка. И выбираем Колос. ОК. Выделяем рисунок. Ставка. Гиперссылка. Выбираем Колос. Для Максима Богдановича делаем то же самое. ОК. Выделяем текст. Богданович. ОК. Значит, вот у нас уже сделаны ссылочки. Можем посмотреть в обозревателе или в просмотре. В просмотре, чтобы переход увидеть, надо держать Ctrl и нажимать Якуб Колос. Но в просмотре не всегда ссылки работают, поэтому желательно это все смотреть непосредственно в браузере. Вот мы запустили файл index.htm. Появился вот такая вещь. Нажимаем переход. Переходит на страничку Якуб Колос. Переходит на страничку Янка Купала. Или Максим Богданович. Теперь можно сделать переходы для всех остальных страничек. Точно таким же образом. Чтобы они по кругу переходили и на главную переходили. То есть выделяем, например, главную. Ставка. Гиперссылка. Индекс. HTM. ОК. И вот она будет переходить на главную. В качестве ссылок можно использовать рисунок, можно текст, а можно специальные кнопки, которые уже есть в редакторе FrontPage. Например. Вот возьмем вместо слова «наступное» будем использовать кнопочку. Ставка. Веб-компонент. Интерактивная кнопка. Двойной щелчок. Выбираем нужную кнопку. Ну, например, вот эта. Выбираем то, что будет на ней написано. Слово «наступное». Значит, слово поместилось. Можем поменять шрифт. Сделать двенадцаткой. Или четырнадцаткой. Видите, не помещается. Для того, чтобы увеличить кнопочку, переходим на кладку «рисунок». И подбираем ширину кнопочки таким образом, чтобы все слово было видно. Убираем «сохранить пропорции» и можем уменьшить по ширине. Нажимаем «Ок». Вот, как видите, появилась кнопочка, при нажатии на которую будет происходить переход. Точно так же можно и остальное сделать. Выделяем. «Вставка». «Веб-компонент». «Интерактивная кнопка». Смотрим нужную. Нажимаем «Текст», который печатаем или вставляем. Выбираем, куда будем переходить. У нас «Богдановича» на «Колоса», например. «Ок». «Шрифт» выбираем. «Четырнадцатки». И увеличиваем размер кнопки. Сразу тут. И можем чуть-чуть уменьшить высоту. «Ок». Вот у нас появились две кнопочки. Конечно, желательно, чтобы эти кнопки как-то подразумевались, были одинаковыми. Одинаковыми. По стилю. Сохраняем. Вот у нас рисунки кнопок. «Ок». Внедряются. И все. У нас сайт готов. Осталось только ссылки самостоятельно добавить. Все будет работать. Я буду делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...